Легендарные лыжницы 20 века 65. Раиса Сметанина родилась в Високосной 52-й, 29 февраля, поэтому свой день рождения празднует 1 марта. Заслуженного мастера спорта СССР, 4-х кратную олимпийскую чемпионку, 5-х кратную чемпионку мира с юбилеем поздравляет и наш телеканал. О королеве лыжни, как ее прозвали поклонники, Анастасия Тернина. На счету Раисы Петровны 26 наград мировых чемпионатов и олимпиад. Сегодня они хранятся в музее рекордсменки. С поклонниками и почитателями Раиса Петровна видится здесь часто. Второе место встречи – Центр лыжного спорта Коми. Стадион в Сыктывдинском районе носит имя Сметаниной и имеет международный статус. Она старается не пропускать соревнования и всегда рада приветствовать лыжников. Я сегодня надеюсь, что каждый из вас получит заряд бодрости, энергии, положительной эмоции. Удачи вам, здоровья вам, с праздником всех! Родилась Раиса Сметанина в селе Мохча Ижимского района. Родители были потомственными оленеводами. В ее семье росли пять мальчиков и две девочки. С детства они ходили на лямпах. Уже в школе девочка небольшого роста стала безальтернативно побеждать. Ее отличает склонность и огромное трудолюбие. В течение 20 лет она оставалась лидером во всем мире. Ее спортивные достижения огромны. Она самая яркая лыжница прошлого тысячелетия. После окончания техникума в 70-м спортсменка осталась в Сыктывкаре и вошла в состав сборной команды лыжниц спортивного общества «Урожай». Лыжный мир заговорил о Сметаниной в 74-м, когда она в составе женской эстафетной команды СССР стала чемпионкой мира. Через два года состоялись первые олимпийские игры и первые олимпийские победы. Тогда в Инсбурге болельщики увидели не только искусство владением лыжами и тактическое мышление, но и борьбу характеров. Позже эксперты отмечали, что Сметанина владела удивительной техникой. Она делала внешне незаметные, но очень мощные толчки, что позволяло экономить силы. С юбилеем, Раичка! Мне хочется вспомнить, с чего мы начинали. 74-й год Фалун, когда появились первые пластиковые лыжи, и вот ты в Фалуне завоевала бронзу в гонке и золото в эстафете на деревянных лыжах, на проверенных. Но между этим попробовала пластиковые лыжи, и они так быстро ехали. Я, если не ошибаюсь, по-моему, ты раз пять падала от скорости. Мисс Олимпиада подтвердила свое звание на четвертых для себя по счету играх. После этих стартов рекордсменка хотела покинуть большой спорт, но тренерский состав остановил. Присутствие легендарной Сметаниной оказалось необходимо команде. Своё спортивное долголетие ей было 40, чемпионка показала в 92-м в Альбервилле. Женская сборная России была первой на финише. На международном уровне это выступление Сметаниной стало последним. Мы гордимся тем, что живем с вами на одной земле, являемся вашими земляками. Благодарим вас за то, что вы своим примером научили нас спортивному мужеству, воле к победе. Всего вам самого наилучшего. Удачи, счастья. Вы всегда будете нам самым лучшим примером в жизни, в работе, в деятельности. И особенно для лыжников нашей республики большой яркой звездой. Но уходить из спорта королева лыжни никогда не планировала. Свой опыт и знания Раиса Петровна передает молодым спортсменам и сегодня. Консультации звездного тренера остаются в памяти будущих чемпионов на всю жизнь. А на олимпийские уроки спешат школьники со всей республики.